всех приветствую буквально минут пять назад звонил конкурент как-то олег иванович осипенко дело в том что вот уже два ролика он выложил из серии энциклопедии фадермена от а до я и вот виталий колганов рассказал в первом выпуске про катушки во втором про кормушки и вот мы на днях с ивановичем к разговаривали он сказал что вот по моему то ли снял то ли собрался снимать какой-то выпуск с игорем метрохином и когда я ему сказал что ты меня хлеб отбираешь мы на эту тему посмеялись на самом деле иванович меня спросил как ему его вот это вот задумка я сказал да иваныч все правильно я давно тебе хотел сказать что хотелось бы помимо съемок рыбалки до побольше давать материалы именно для начинающих и одно дело как лох вещает да как вот неизвестно никому а другое дело когда люди известны кто не знает если игорь метрохин это чемпион мира по фидеру в команде который непосредственно в секторе завоевал это высокое звание так что кто еще не подписан на видеоканал рыбалка по жизни начали из начинающих вот ребят предлагаю это сделать и получать информацию как говорится из рук людей известных умеющих ловить фидером они из моих уст лоха ну ладно продолжим пока иванович не переснимал все ролики на тему для начинающих чтобы хоть какой-то кусочек себе рвать хотел я переснять ролик про выбор удилища для начинающих тот ролик я снимал чуть больше года назад кое-что изменилось моем мировоззрении да естественно какие-то за год новые знания получены и умения и хоть и не часто выезжал на рыбалку но выезжал но уж времени смотреть и читать на тему фидера да времени было хоть отбавлять а вот сегодня решил поговорить на тему который в общем-то давно хотел снять но вот хотелось на водоеме но вот никак не получается то одно то другое там стране так так что уж давайте из машины и так какие на мой взгляд идеальные условия для начинающих понятное дело да что если у вас нет возможности выбирать да там вот например без лошадный да и живете где-то нам на берегу аки и вы ехать никуда не можете до гильдератского да какие проблемы сколько сколько счетчик набьет 45 рублей минут сколько 45 рублей минута ого себе спасибо но я мое уже цены бомжатский объявляющий так началось да вот у вас вариант 1 до а к там сильной течкой да еще не дай бог дальней дистанции шоу убирать не приходится вам просто не повезло а вот тем кто все-таки имеет возможность выбора да вот расскажу опять же на мой взгляд вот что посоветовал я и так это река с не сильным течением почему не стояк например да на стыке во-первых тяжелее рыбу привлечь с более дальнего расстояния во вторых она как правило особенно небольших даму более квела чем рыба на течении то есть если вы неправильно выбрали прикорм куда например не пылящую да если вы перевлажнили корм если вы слишком сильно будете сжимать в кормушку дата шансов привлечь рыбу практически не будет и чтобы и не пойдете на голову если река с не сильным течением да то с одной стороны а вот эти все ошибки не так критичны именно с прикормкой и с подачей на точку лова с другой стороны за счет того что пусть не сильно течка но она есть а все ваши вот эти всплывающие частицы до которые там есть прикормки кокосовая стружка отруби там кожурат семечек еще что-то там шелуха таракиса все это пропитана и собственно говоря ароматикой да либо если вы ароматику например порционов кормушку ли там ту же миласу да вот то вот этот вот весь шлейф по течению скатывается вниз и за счет этот как раз рыба на точку и приходит с более дальнего расстояния почему не река с сильным течением опять же если есть такая возможность вот там уже все вот эти вот ошибки до могут стоить вам рыбалки сам я один раз только в жизни ловил на сильном течении о чем как-то рассказывал да и было это на заре мое увлечение фидером какая прикормка не помню как и увлажнял тоже не помню но взял кормушку сетку да хотя в той ситуации лучше было бы взять полу закрытость незакрытого типа либо клетчатую обмотать там изолентой да чтоб не так вымывалась вымывался корм из кормушки с каким усилием забивал скорее всего не с тем с каким нужно было и что получилось просидела часа три или четыре и не увидел ни одной поклёжки то есть что получилось что вот изо всех этих ошибок у меня прикормка вымывалась где-то по дороге потому что кормушку 100 грамм от того момента как она касалась с поверхности воды до того момента как она касалась на несло метров 10 с не больше вот вам результат и почему не например там где течка то в одно то в другую да как у нас на канале имени москвы здесь опять же порой надо менять кормушки менять ориентиры на берегу зависит от того в какую сторону и с какой силой дают течку да то есть на все это делать переориентировку опять же течку порой включают сумасшедшую то есть но опять же по возможности до начинающим я бы не советовал лезть такие условия далее глубина ну если есть такая возможность да там не меньше двух двух с половиной метров и вполне возможно не больше там метров шести если есть такая возможность потому что вот столкнулся в марина да где глубина там в районе 15 и в общем то даже мнение новичку вот это вот ожидание пока кормушка долгое время падает на дно честно говоря выносит весь мозг но это в общем то не критично да почему не на маленькой глубине можно конечно но и собственно говоря если где то есть рядом глубины больше то и шансы не такие большие что нормальная рыба подойдет и скажем так есть свои нюансы да там то есть надо закормиться возможно большой кормушкой потом брать кормушку поменьше собственно ничего страшного но в общем то свои какие-то недостатки есть но это опять же мое мнение далее дистанция дистанция на мой взгляд метров до 35 и дальше если есть такая возможность лучше не не лезть почему потому что но во-первых на дальнюю дистанцию до особенно без наука забрасывать сложно тем более точно во вторых пока бросок не поставлен до видел я как-то один начинающий любитель фидера года три нам назад при мне пытался ловить там чуть ли метров не на 70 но вот этот заброс с разбегу да еще вот так вот забросил и руку тянет вперед чтобы подальше улетел но это настолько было печальное зрелище естественно там во первых ни о каком комфорте не может идти речь дать шаг мучиться реально вторых ни о какой точности ну зачем это нужно во вторых груза надо использовать до потяжелее соответственно надо брать жесткую палку она вот дистанция до 35 метров ну в принципе там из положения стоя да даже новичку кидать довольно комфортно и палочку можно взять помягче вот что касаемо строя удилищ да вот ловил я все три с половиной года своего серьезного увлечения фидером параболиками но вот сейчас начал приходить к мысли что все-таки мне нужна палочка пожестче то есть не дубь и она все-таки пожестче то есть палка мы не скажу мягкая данного помягче обращает начинающим ошибки при вываживание да за счет того что гасит помогает гасить рывки рыбы далее следующий момент на таких дистанциях в качестве основы вполне спокойно можно использовать монофильную леску без каких-либо особых неприятностей в плане плохой фиксации поклевок кто бы ничего не говорил кто бы ничего не рассказывал про преимущество плетни уже говорил все как-то жестко все как-то непонятно если вы до пришли там спиннинга да как вот мой срок уральский подписчик лег вот привык он дубовые палки плетня и прочего там у какие-то там ощущения нужны но если вы привыкший уже до из другого виду ловлю пришли это один вариант ежели вы там ловили например на поплавок решили ловить фидером ну ребят я бы не советовал связываться с плетней и ролик как снимал где все в принципе рассказывал на сегодня все всем пока тут это 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 будет 2 Продолжение следует...